Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Британка уже несколько лет болеет, но единственным ее спасением оказалось увлечение фотографией. Это помогает ей отвлекаться от своей болезни. Иногда, чтобы болезнь не уничтожила нас и наш внутренний дух, приходится делать все возможное для поддержки хорошего настроя. Главное ведь не зацикливаться на болезни, а бороться с ней вовсю. Карли Кларк недавно поставили почти смертельный диагноз. Как оказалось, у ее брата тоже выявили рак. Анкобольные брат и сестра нашли спасение в фотографиях. Карли Кларк узнала о своем диагнозе 6 лет назад. Тогда она занималась университетским проектом и делала фотоснимки в одном из бедных районов Ванкувера. Врачи поставили страшный, но правильный диагноз. Оказалось, что болезнь уже прогрессировала. С того момента девушка стала смотреть на мир другими глазами. Чтобы отвлечься от болезни, решила делать фото того, как проходит ее борьба. Ее фотоработы назывались реалити-траума. Девушка провела параллель с реалити-шоу. У нее была идея запечатлеть весь процесс лечения, как менялся ее внешний вид и как она выражала стойкость в борьбе с недугом. Так девушка намеревалась показать пример другим больным. Она пыталась донести, что не стоит позволять болезни оккупировать мысли. Даже врачи позволяли Карли приносить фотоаппарат во время процедур, чтобы запечатлеть сам процесс. А иногда они даже сами ее фотографировали. Наступали даже такие времена, что у девушки совершенно не было сил, чтобы поднять фотоаппарат. Она приходила в отчаяние, но вскоре силы начали появляться, а болезнь отступать. Вначале она чувствовала безнадежность. Она сменилась эйфорией. Она делилась, что когда человек столь близок к смерти, хочется жить полной жизнью. Даже ее преподаватели начали замечать, какое влияние оказывают фотографии на других людей. Они показывают все стороны болезни, как положительные, так и негативные. Я смотрю на эти фотографии и думаю, что именно они придали мне сил. На них видно, что хоть я и стою перед смертельной угрозой, какая-то часть меня вверит в то, что я справлюсь, говорит Карли. За время лечения девушка всего сделала более чем полторы сотни фотографий. Одна из них называлась «Последний день химиотерапии». Этот снимок номинировали на награду «Портрет Британии». Спустя шесть лет такой же диагноз поставили и Джо, младшему брату Карли. Девушка снова занялась фотографией и делала такой же проект. К счастью, болезнь у Джо также отошла. Наши с Джо фотографии напоминают мне о большой способности человеческого организма выдерживать такие адские испытания. Надеюсь, что на них можно разглядеть не только страшные детали болезни, но и надежду, которую те, кто преодолел заболевание, дают другим, говорит Карли. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.